Уже ставший традиционным фольклорный фестиваль «Сиреневый рай» вновь состоялся в Саратовском музее-усадьбе Чернышевского. В нем приняли участие несколько музыкальных коллективов и гости музея, любители народной песни. Подробнее наш специальный корреспондент Светлана Бородич. Литературно-мемориальный музей-усадьбы Николая Гавриловича Чернышевского. Сирень цветет, все облагоухает и все утопает в этом аромате, давно уже ставшем главной приметой праздника. Много лет здесь так отмечают День славянской письменности и культуры. Вспоминают создатели русской азбуки Кирилла и Мефодия, говорят о русском языке, проводят конкурсы, викторины и слушают русские народные песни. Этот прекрасный музыкальный марафон для всех-всех желающих. Билетов покупать не надо. А в числе участников и взрослые артисты, фарклорные коллективы, давно уже работающие на сцене. И те, кто по этой сцене делает первые шаги. Здесь встречаются, слушают друг друга. Мне нравится выступать здесь, здесь много народу. Им нравится делиться опытом, принимать опыт от старшего поколения, которые выступают дальше. Они всегда остаются, смотрят выступающих. Этим занимаюсь очень много лет. Это душа моя. Я пою душой просто. Не забывайте эти песни, которые были раньше на Руси. Они такие мелодичные, красивые. В этом году это особо значимый для нас фестиваль, потому что это тысяча лет крещения Руси князем Владимиром. Читается, что фестиваль с таким поэтичным, возвышенным названием «Сиреневый рай» воскрешает лучшие традиции самой семьи Чернышевских. Ведь известно, что отец Николая Гавриловича приобщил всех обитателей усадьбы к чтению как духовных, так и советских книг, к тому, что здесь проходили праздники, во время которых звучали народные песни. Звучат они здесь и теперь, в веке 21-м. Россия, Россия. Из музея усадьбы Чернышевского с фестиваля «Сиреневый рай» Светлана Бородич, Вадим Лысов, Ярослав Китков, Алла Хурунова, Вести, Саратов.